Доброе утро, Ульяновск! Привет тебе, ВИС 73-й регион! Очередное утро! Начинаем вместе на телеканалах ОТР и Репортер 73. На календаре 22 декабря, четверг. И начать этот день хочется бессмертной строчкой. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Точно! Ну, я так понимаю, что настроение у тебя такое хорошее неспроста. А все потому, что именно 22 декабря отмечается День бардовской песни. Праздник неофициальный, однако существует уже 20 лет. Считается, что впервые его отметили в 2000 году по инициативе Константина Шлямова, археолога и автора исполнителя песен. Но впервые идея зародилась еще в 1985 году, после чего прошла почти десятилетний путь до момента воплощения в жизнь, когда четинские авторы и исполнители собрались на концерт бардовской песни. Тогда и появился День авторской песни. Правда, носил он лишь региональный характер. Может возникнуть вопрос, почему вдруг середина декабря выбрана для этого праздника? Отвечаем. 22 декабря. Самый короткий день в году. А долгий зимний вечер – это, пожалуй, лучшая возможность для того, чтобы собрать друзей и послушать любимые песни. А в студии мы наслаждаемся любимыми композициями, которые у нас появляются благодаря партнеру программы «Сеть цветочных соломонов» «Нимфа-73». Этим утром для вас работает Екатерина Терещенкова и Владимир Гаврилов. Поехали. Утро с репортером. Двухчасовой марафон событий, полезной информации и ярких впечатлений. Плюс интересные гости в студии. Показываем, чем живет Ульяновский регион и начинаем день вместе. Позитивно и бодро. Ежедневно на телеканалах «Репортер-73» и ОТР. И еще. У вас уже не болит голова. Новый год все ближе. До главного зимнего праздника осталось всего 9 дней. Ну, я надеюсь, многие уже подготовились. А кто еще нет, тому мы поможем. Тем более, что, как выяснили врачи, на новогоднем столе обычно присутствует достаточное количество продуктов, не лучшим образом влияющих на здоровье, а именно на состояние кожи. Но первое – это майонез. Его добавляют в большинство салатов. Из-за него повышается уровень холестерина. Володя, любишь ли ты майонез? Я люблю. Но из-за него вырастает уровень тестостерона, который и вызывает акне. Во-вторых, это домашние закрутки. Соль и соленая пища способствуют задержке жидкости, что отражается в отеках и мешках под глазами. Ну и, наконец, сахар, который также нежелателен для организма и особенно для кожи. Тему здорового образа жизни и спорта продолжим далее. Доброе утро! И сегодня мы с вами спустились вниз на коврик, потому что будем ложиться, чтобы выполнять упражнение для нашего живота. Ложимся на спину. Поднимаем ноги 90 градусов. Пятки вытягиваем наверх. Икроножные мышцы к пяткам. Колени подтянуты. Бедра активны. Руки за головой. Когда мы будем делать вдох, мы лежим внизу. Спина касается пола. Особенно поясница. На выдохе мы будем подниматься и тянуться одной рукой наверх. На вдохе ложиться вниз. На выдохе меняем руку. Вдох внизу, выдох наверху. Важно, чтобы ноги все время тянулись наверх. Давайте начинать. Вдох. Надули живот. Сдуваем. Вдох. Опустились. Сдуваем. Надуть живот. Сдуваем. Вдох. Сдуваем. 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 Вдох. И еще. И вдох. Опустите колени вниз. Обнимите колени. Почувствуйте область живота. И на сегодня все. Всем хорошего дня. В ульяновском селе Арское завершаются работы по укреплению оползнево склона. По словам подрядчиков, для отвода воды в основании склона по технологии горизонтально направленного бурения проложили дренажные трубы. Также сделали четыре колодца, обеспечивающие водоотвод в реку Сельдь. Параллельно ведется строительство подпорных стенок. На глубину от 12 до 16 метров погрузили двутавровые балки, между которыми уложили железобетонные шпалы. По информации специалистов, контролирующий ход работ все мероприятия должны завершиться до конца декабря. Строительство двух подпорных стенок и отвод воды из основания склона позволит остановить дальнейшие подвижки грунта. Но и это еще не все. В перспективе планируется организовать обследование оползневого участка склона протяженностью около 700 метров и разработать проект по его дальнейшему укреплению. Рубрика о главном продолжит утренний эфир. 22 июня 1941-го. Жители Ульяновского округа, небольшого, преимущественно сельскохозяйственного, прильнули к приемникам, внимая голосу председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова. Между пожаркой и магазином, и площадью была, народ собрался. Мы туда, пацаны-то. Вот. Оказывается, объявили войну в этот день. Николай Недопекин родился в 1933 году. Его слова о детстве, трудном, полном лишении, для наших современников звучат непостижимо. А мы с первых, как говорится, на сенокосе работали, в поле работали. В общем, все. Ну, боже. Даже школа не в сентябре начиналась. А в октябре. Потому что все мы где-то работали. Как и многие ульяновцы все годы, после войны он пошел работать на автомобильный завод, основа которого сложилась из нескольких эвакуированных в Ульяновск цехов московского завода имени Сталина. Самые первые цеха нашего завода мы тогда назывались не УАЗ, а Ульзис, ульянский филиал номер 4 завода имени Сталина. И мы располагались на территории моторного завода. И уже в 1943 году был подписан приказ о начале строительства нашего завода на площадке, где вот сейчас мы находимся. Это в Засвияжье. Первая продукция завода сходила с конвейеров, установленных почти в чистом поле. Громоздкое оборудование сгружали с поездов и тащили вручную, на волокушах. Первая продукция, которую мы выпустили, это авиационные бронебойные снаряды. И уже в 1942 году мы начали сборку автомобилей ЗИС-5В, автомобиль военного времени. За годы войны автозавод выпустил более 7 тысяч автомобилей ЗИС-5. По каким только фронтам не ездили эти грузовики, перевозя раненых, патроны и волоча прицепом технику. На ней, в кузовах, ехали дорогами войны и ульяновские бойцы. В том числе из 24-й Самаро-Ульяновской железной дивизии, образованной еще в гражданскую войну. Летом 1941 года железная дивизия сражалась с врагом в Белоруссии. В тяжелейших условиях ее бойцы продолжали атакующие бои вплоть до 29 июня. После этого, находясь в окружении, они пробивались на юго-восток к частям корпуса. К сожалению, уже перед самым выходом из окружения группа бойцов, в том числе в которой был один знаменосец, они вот немножко оторвались от основной группы и на окраине белорусской деревни попали под перекрестный огонь немецкий. И вот знаменосец погиб. Но местный житель, крестьянин Дмитрий Тяпин, нашел нашего погибшего бойца, попытался его похоронить. И когда он начал его стаскивать в могилу, случайно задралась гимнастерка и обнажилась вот знамя нашей железной дивизии. В 1944 году приказом заместителя народного комиссара обороны за спасение боевого знамени крестьянин Дмитрий Тяпин навечно был зачислен в списке одного из полков железной дивизии. Всего же в Великой Отечественной войне приняло участие 236 тысяч наших земляков. 146 из них стали героями Советского Союза, 26 – кавалерами Ордена Славы. Так, в окне сражений и подстук Кузнечного Молота 19 января 1943 года родилась Ульяновская область. Вячеслав Новожилов, Сергей Рябухин, репортер 73. Екатерина, ты, возможно, пропустила, но в начале этой недели мы беседовали с гостем в студии о правилах пожарной безопасности. Ну, в числе наиболее частых причин пожаров зимой сотрудники МЧС называют несоблюдение правил в области эксплуатации электрооборудования. Я так смотрю, тебя не проведешь, смотришь программу. Я смотрю и программу, и делаю на эту тему сюжеты. И с этим действительно стоит быть осторожнее, ведь практически каждый хочет украсить свой дом яркими гирляндами. Но в региональном Роспотребнадзоре напоминают, что бдительность стоит проявить уже на стадии приобретения новогодней атрибутики, чтобы избежать проблем при эксплуатации. Специалисты советуют обратить особое внимание при выборе товара на маркировку, которая чаще всего размещается на упаковке, на этикетке или на листке вкладыша. Соответственно, лучше всего выбирать электрические гирлянды, прошедшие лабораторное тестирование с наличием подробной информации на упаковке. Для украшения гирлянды-елки в Роспотребнадзоре не советуют приобретать изделие мощностью более 50 Вт. Также при выборе электрогирлянды стоит учитывать толщину проводов. Слишком тонкие могут порваться или загореться от перенагревания. Для украшения фасада дома и елей нужно использовать только специально предназначенные для работы вне дома гирлянды. Не стоит использовать гирлянду при наличии видимых повреждений и отсутствии лампочек. Крайне опасно оставлять работающие гирлянды без присмотра. Соблюдайте эти нехитрые правила и ничто не омрачит ваш новый год. Представились представителями Центробанка и также ФСБ России и настоятельно рекомендовали, чтобы я сняла суммы и поместила их на защищенный счет. Якобы защищенный счет теперь в руках мошенников, куда жительница Ульяновска перечислила 460 тысяч рублей. Зацепившись за эмоции женщины, злоумышленники стали манипулировать тревожными сообщениями о возможных взломанных счетах. Схемы у обманщиков множество и особенно успешно они работают с самыми доверчивыми людьми – пенсионерами. Доверие обходится дорого, когда пожилые пускают в дом посторонних, представившихся сотрудниками соцслужбы, либо отвечая на звонки якобы работников банков или государственных структур. Мы с вами переходим на электронный документ-оборот. Мы живем век цифры. Активизируются мошенники. Снизить активность злоумышленников могут сами люди. Главное – научить, как правильно вести себя с обманщиками. За оборудованные парты сели пенсионеры, но на уроках преподают не прикладные науки, а современные полезные знания. Куда кликать, чтобы негатива не накликать, учат в МФЦ на курсах цифровой грамотности. Пароли, которые вам все-таки приходят, мы их опять-таки никому не сообщаем. Уже второй год наша организация проводит обучение граждан Ульяновской области по трем основным направлениям. Это обучение компьютерной грамотности, это работа в мобильных приложениях и обучение получения услуги государственной в электронном виде. 380 человек уже прошли обучение, которое длится около месяца и помогает разобраться не только в информации, как оформить необходимые документы или как не попасться на удочку мошенника, но и узнать больше о мобильных приложениях. Я, в общем-то, научилась, я даже сама не ожидала, но как-то разобралась, более-менее у меня в голове какое-то представление уже сложилось. Ну и вот мы сейчас подходим к завершающему этапу. Вот как раз госуслуги, там запись к врачу и все прочее. Бесплатные, но очень важные и нужные курсы, несмотря на незначительную рекламу, уже пользуются популярностью среди пенсионеров. Постигать новое в серебряном возрасте особенно важно, как для личностного роста, так и для кошелька. Маргарита Матюшинская, Максим Архипов, репортер 73. Картину дня дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Условия новой реальности, экономической, социальной, политической, поздно и беззаимовыберное сотрудничество регионов обладает сейчас особое значение. Становится фактором стабильности и развития независимости от любых внешних вызовов. Перезагрузить. Одним словом можно описать цель и суть подписанных соглашений после визита Алексея Русских в столицу республики Марий-Эл. Бизнес-делегация Незульяновской области приехала в Йошкар-Алу обсудить природу межрегиональных взаимоотношений, укрепить их и обменяться опытом. Сферы разные. От развития креативных индустрий до сотрудничества по туризму и популяризации истории двух субъектов. Одна из самых перспективных и импортозамещающих отраслей – IT. В столице Марий-Эл проживает немногим меньше 300 тысяч человек, а местное предприятие разрослось на всю страну. Обучают программированию, маркетингу, креативу, управлению продуктом. Офисы есть и в Питере, и в Москве, и во Владивостоке. Знают, как создать благоприятную и комфортную среду для устойчивого роста. Организуют профориентационные проекты, настраивают правильную атмосферу в коллективе. Их опыт нам на заметку. Здесь про каждого человека. Про каждого человека прям фотография красивая, небольшой рассказ. Значит, ну про команду, с кем человек работает и все такое. И мы их дарим на Новый год. Представляете, человек вот работает, он приходит домой. И тут, смотрите, вот с кем это работает. Помните, я вам рассказывал про это. Она не распространяется публично и выпускается тиражом примерно столько, сколько людей работает. С республикой Мариэл планируется расширить взаимодействие по целому ряду направлений. Перезагрузить предстоит и действующее соглашение между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Неплохие перспективы открываются в сфере машиностроения. Мариэлский машиностроительный завод, основанный еще в 1941 году, предприятие уникальное, с богатой историей. Перед тем, как обсудить, что позаимствовать и что предложить взамен, провели целую экскурсию. Это прицел 1941 года. И в нем линза, произведенная на нашем предприятии. И даже, скажем так, у нас когда предприятие не называлось Мариэлский машиностроительный завод, но нас назывался завод номер 297, там есть маркировка с надписью 297. Поездка продуктивная. Перезагрузка началась. Алексей Русских пригласил представителей Республики Мариэл посетить Ульяновскую область с ответной бизнес-миссией. Привет. Давай посчитаем. На предложение специального устройства Абакус с удовольствием и неким азартом соглашаются Тимура Самира. Дети постигают арифметику немного иначе, и цифры для них не символы на бумаге, а косточки. Начинают заниматься дети, используя вот такие простые счеты. Уже потом переходят на Абакус в буквальном смысле, моментально решая задачи, которые дает им педагог. 44 плюс 55 минус 99. Самира? Ноль. Отлично. Это небольшая разминка перед более сложными уравнениями, которые уже постигли ребята, благодаря в том числе инновационному устройству, которое разработала грамотный педагог Елена Паклина вместе с командой Центра Абакус, специальной для обучения воспитателей, педагогов, дефектологов методики иммунитального счета по работе с особенными детьми, незрячими или неслышащими. 14 декабря разработку поддержали рублем. Ольга Владимировна вместе с коллегами одержали победу на конкурсе «Навстречу импакт стартапам». В этом году было подано 200 заявок. Из 53 регионов страны и только 10 участников дошли до очной защиты в финале. По решению жюри, ульяновский социальный проект признан победителем. Там было несколько премий. Кому-то дали 500 тысяч, кому-то 600, кому-то миллион, у нас полтора миллиона. В нашем центре занятия для особенных детей проводятся бесплатно. И для того, чтобы продержаться тем педагогам, кто ведет эти занятия, мы запрашивали эту сумму. Миллион педагогам, еще 500 тысяч тоже им, но уже не на зарплаты, на обучение методики ментального счета для работы с особенными детьми. Ведь технология уже дает положительные результаты. Как пример Самира Мусатова, получившая в этом году кубок суперчемпиона России по ментальной арифметике. Сильнее обилие диагнозов, стремлений и старания Самиры, которые из раза в раз приводят к успеху. Сначала, когда я занималась по платформе ОАМАК, меня все обгоняли. И там вот был какой-то конкурс, у кого больше перьев, типа там надо в пятерке лучше. Я набрала 21 тысячу и обогнала всю школу. За успехом каждого ребенка стоят родители и грамотный педагог. В этом воспитанникам центра тоже повезло. Елена Паклина регулярно повышает квалификацию, создавая новые методы и изобретения для лучших результатов. Мне нравится, что у меня получается. Маргарита Матюшинская, Максим Архипов, репортер 73. Самая большая доля пожаров произошла по причине неосторожного обращения с огнем. 1 961 случай. То есть это имеется в виду и ландшафтные пожары в том числе. Потому что в основном они происходят именно по причине, связанному с неосторожным обращением с источниками зажигания. Подробная статистика ведется не просто так. Анализ причин облегчит профилактику. Противопожарные рейды, беседы, встречи с собственниками зданий. Различные мероприятия по доходчивому информированию населения о недопустимости, небрежного отношения с огнем проводятся регулярно. Особенно перед новогодними праздниками. На каникулах основную опасность представляют места большого скопления людей. Детские сады, школы, кинотеатры, торговые центры и так далее. Их проверкой в эти дни заняты сотрудники МЧС. В том случае, если место не оборудовано всем необходимым, оно будет закрыто после предупреждения. В случае появления нарушений выносится предостережение, но на сегодняшний день по имеющейся информации у нас таких объектов нет. Все объекты устраняют нарушения непосредственно, если они выявляются на месте при инспекции. Новогодний период, пара петард, салютов бенгальских огней и другой пиротехники. Хорошо, когда она сертифицирована. В другом случае, несанкционированные торговые точки сотрудники МЧС совместно с полицией закрывают без лишних церемоний. Запрещается реализация пиротехнических изделий непосредственно открытой местности. Это у нас на рынках, с машин, с прилавках, которые непосредственно находятся на открытом воздухе. Под контролем и сертифицированные магазины. Проверки показали. Их владельцы зачастую не соблюдают правила хранения опасных изделий. До Нового года сотрудники хотят посетить все 64 официальные торговые точки. Сейчас на территории у нас Ульяновской области выявлено и зарегистрировано 64 таких торговых мест. Уже порядка 20% от общего количества уже проведено. Вынесено три предостережения о недопустимости нарушений. Сотрудники МЧС напоминают. Каждый из нас несет личную ответственность за безопасность себя и близких. Предотвратить возможную трагедию поможет соблюдение правил техники безопасности. 22 декабря 1918 года над бывшими землями империи, а после республики, взвилось Красное Знамя. На тысячах флагштоков советского государства оно провисит до 25 декабря 1991 года. Почти 70 лет. В масштабе человеческой истории срок незначительный. Однако на этом небольшом отрезке происходили события, определявшие облик не просто страны, но всего мира. Каждая из них на выставке раскроют через одну из 33 букв алфавита. Открывает нашу выставку буква А. И на эту букву у нас два понятия. Это мирный атом. И мы рассказываем о первой в мире атомной электростанции, Омницкой атомной электростанции, открытой в 1954 году, ледоколе Ленине. Впрочем, не одними достижениями. В истории СССР немало темных петен. В гости мемориальной квартиры познакомятся, либо вспомнят такие явления, как форца, дефицит, а также узнают о борьбе с религией. Иконы бывшие, которые в 30-е годы в условиях борьбы с религией просто уничтожались. Были специальные мастерские, которые из икон изготавливали кормушки, сундуки. Х. Хрущевки. У. Ударник социалистического труда. Промышленно развитая держава умела многое. Браздить космические просторы, покорять полюсы Земли и небо над планетой. Можно себе представить, что каждый третий самолет, который летал в небе над нашей планетой, это был советский самолет. Нельзя обойти страну и Великую Отечественную войну, а также другие важные события советского прошлого. Нашли отражение на выставке и такие важные исторические события, как Великая Отечественная война, Олимпиада-80, Международный фестиваль молодежи и студентов 1957 года. В экспозиции более 350 экспонатов из частных и музейных коллекций, объединенных темой так и не наступившего коммунистического будущего-прошлого. Мы отражаем такое важное понятие для советского периода, как большевик. Под большевиком мы сконцентрировали понятие большевизм, коммунизм и в экспозиции представлена картина «Ленинский призыв». Узнать о Гойл-Ро, Неппе и Кулаках все желающие смогут не только со слов экскурсоводов. Для экспозиции подобраны и видеофрагменты, запечатлевавшие ушедшую эпоху, которую одни видят как мрачные декорации к 20 веку, а другие – как самое теплое, что хранит память. Вячеслав Новожилов, Максим Архипов, репортер 73. Естественные позы и даже эмоции на спящих лицах, запечатленных на холстах. Все герои находятся в небытие, вероятно, глядя какой-то приятный сон. Ведь выражения лица каждого из персонажей – блаженные. Такими их увидела и запечатлела ульяновская художница Алена Кулакова. Все работы написаны в разные годы, но представлены в конце 2022-го в зале молодежного центра современного искусства. Тематика сна и тематика Нового года. Сами по себе они, мне кажется, перекликаются тем, что и сон – это переход от одного дня в другой, так же, как Новый год – переход из одного года в другой. Ну и, в общем, сама эта атмосфера Нового года волшебная, праздничная. Также волшебство сочетается и со сном. Атмосферные и теплые работы Алена училась писать в Тольяттинском институте изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Но первую выставку собственных картин художница решила организовать в родном городе. Ведь все ее герои на полотнах – родные и близкие, которые поневоле стали моделями. Но результатами довольны все – и творец, и натурщики, и посетители выставки. Новогодние сновидения открыты для всех любителей живописи в Молодежном центре современного искусства – Ленина 83. Здесь настроение, умиротворение и волшебство в красках – все самое нужное для создания хорошего настроения. Варикозное расширение вен – серьезная угроза здоровью. Только до 31 декабря в Медицинском центре «Консилиум» консультация сосудистого хирурга и УЗИ вен нижних конечностей – всего за 800 рублей. Не откладывайте визит к специалисту. Медицинский центр «Консилиум». Уважаемые клиенты, поздравляем вас с наступающими праздниками. У вас есть уникальная возможность поучаствовать в акции и выиграть от 2 до 3 тысяч рублей с зачислением на лицевой счет. Для этого на лицевом счете должна отсутствовать задолженность и должен быть внесен рекомендованный платеж за декабрь. По данным сета «Гесметио» 22 декабря в Ульяновске-Пасмурно. Вечером снег. Температура воздуха по области ночью от минус 7 до минус 11, днем минус 3, минус 7. В городе температура воздуха ночью минус 8, минус 10, днем от 4 до 6 градусов ниже 0. Ветер преимущественно южный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Вы смотрите «Утро с репортером». В студии для вас работает Екатерина Серещенкова. И Владимир Гаврилов. Мы продолжаем. В зале квартиры музея семьи Ульяновых в середину декабря открылась выставка «Азбука нового мира», приуроченная к столетию СССР. Гости увидят более 200 экспонатов из фондов Ленинского мемориала, которые будут представлены в интересном формате. Ну, события периода отражены не в хронологическом порядке. Предметы композиции будут расположены, исходя из расстановки букв алфавита, на которой начинается событие или понятие на предмете экспозиции. Под каждую букву тему от А до Я авторы выставки подобрали экспонаты, подлинные документы, фотографии, журналы и книги, листовки и афиши, плакаты 1920-х, 80-х годов и многое-многое другое. Ну, тему культуры продолжим в нашей традиционной рубрике. Рождественская история об одной беспокойной бабушке, перед праздником поехавшей навестить живущую в Австралии внучку, а вернувшейся к новогоднему столу с кучей гостей со всей планеты, от Сиднея до Франкфурта. Спорим, о такой веселой бабуле многие мечтали. Короче, я на премьере был, но спойлерить не стану. Просто посмотрите сюжет. Новый спектакль получился незаумный, но простой, иногда грустный, но в целом веселый, даже смешной и очень добрый. Феномен бабушки, русской бабушки. Что такое русская бабушка, понимаете, это когда я начал задумываться о том, что такое вот эта русская бабушка. Это вот та самая бабушка, которая там еле-еле передвигается, идет по улице, видит трамвай и вдруг начинает бежать. То есть откуда-то у нее там силы берутся. И как бы сама эта история и вот такие воспоминания сподвигли на вот такую историю про некую такую супер бабушку. Потому что в России вообще все бабушки, они супер бабушки. Жару задали, и я задал, и они задали. Но в итоге, как бы, я думаю, все справились. Задачи поставлены и выполнены. Супер бабушку Анну Дмитриевну Луговую из провинциального Спянска играет Ирина Леонидовна Янко. Хотя, как сказать, играет. Ей играть не приходится. Я и есть такая. Такая. На самом деле. Я не могу сказать, что меня чему-то научила бабаня. Такие есть у нас женщины в России, которые готовы всех спасти. Всех, кроме себя. А я такая. В отличие от исполнительницы главной роли, режиссер-постановщик не женщина. И сильно моложе бабани. Было ли ему сложно в связи с этим? Говорит, что нет. Хотя работа над этим спектаклем кое-чему его научила. И вас научит. Сходите, не пожалеете. То, что там написано в программке «Женщины средних лет», это скорее такая ирония. Это такой юмор. Смотрящий да увидит. Я думаю так. Потому что, не знаю, когда еще я учился на актерском, и у нас был такой раздел наблюдения. Я решил сделать наблюдение за своим дедушкой, который к тому времени был уже очень болен. Мне казалось, что я смотрел на это как на предмет. Ну, такой, ну, интересно. Просто интересно. И когда я, скажем так, всмотрелся в эту историю, она мне показалась очень такой болезненной, глубокой, сложной, непростой. Я тогда на дедушку другими глазами посмотрел. Ну, и, собственно, сейчас я уже в том возрасте, когда я могу без вот этого, скажем так, молодецкого пафоса или молодецкого закидательства сказать, что любой человек в любом возрасте, у него есть свои какие-то проблемы, есть свои какие-то боли, есть свои какие-то стремления, желания. И как бы наша задача в театре поговорить о таком человеке тоже. Тем более мне кажется, что такие люди сейчас заслуживают особого внимания. А, да. А, да. А, да. А, да. Субтитры подогнал «Симон» Продолжаем обсуждать новогодние путешествия. И сейчас новость скорее на перспективу, о которой стоит подумать уже к следующему году. Это еще почему? Мы уже в этом году что-то опоздали сделать. Нет, ничего. Ну, в общем, да. Ладно, что я тебя буду успокаивать? Потому что успеть сегодня в Новосибирск, Володя, будет достаточно проблематично. А что там сегодня? А там возможность увидеть сразу всех Дедов Морозов страны. Именно Новосибирск назначен новогодней столицей России. И сегодня там проходит съезд Дедов Морозов. Да уж, пожалуй, действительно успеть не получится. Но в планах на следующий год стоит продумать такое окно под интересное мероприятие. Ну, а прямо сейчас то, что пропустить практически невозможно. Новогодние секреты в рубрике «Стиль». Доброе утро! С вами рубрика «Стиль» и я ее ведущая, стилист и миджмейкер Марина Пшеничнова. Сегодня ко мне пришла Эльмира с очень интересным вопросом. Марин, у меня сегодня праздник – новогодний корпоратив. Во что же мне одеться такое, чтобы я могла прийти на работу и тут же переодеться и войти уже на праздник? Хорошо, у меня есть отличная идея, как помочь женщинам прийти в офис в одной одежде нарядной и при этом быть уместной в офисе, но быстро переодеться, поменять аксессуары. И вот вы уже дива на корпоративе. Эльмир, я для вас приготовила вот такой комплект. Он очень интересного, ягодного, насыщенного цвета. Фуксия в этом сезоне актуальный цвет. На подиумах всего мира прошли модели в цвете Фуксия. И плюс здесь добавлены актуальные на данный сезон перья. В таком комплекте уместно прийти в офис с утра, но при этом тогда должны быть базовые туфли и базовая сумка, чтобы наряд не был чересчур праздничным. И чтобы в офисе вы себя чувствовали комфортно и уместно. Эльмир, вот вы теперь нарядная, но в то же время в офис уместно прийти именно в таком виде, если вы точно знаете, что сегодня у вас вечером праздник. При этом у вас черная базовая сумка, черные базовые лодочки. Это базовые аксессуары, которые не будут отвлекать вас от работы и сделают образ чуть более спокойным. Дальше мы добавляем вечерних аксессуаров. Предлагаю Эльмире заменить ее обычные повседневные серьги на крупные серьги-люстры со стразами. В этом сезоне очень актуален серебристый цвет, поэтому я подобрала все аксессуары в этой гамме. Также мы заменим обычные ее лодочки, в которых она каждый день ходит на работу, на такие туфельки принцессы. И последний штрих – маленькая сумочка со стразами. Вау, красота это какая, вообще супер! Сияйте, блистайте, будьте в эту новогоднюю ночь самыми яркими! С вами была стилист и миджмейкер Марина Пшеничного. До скорых встреч и хорошего вам дня! Доброе утро! Мы продолжаем этот эфир с нашими гостями. Володя, помнишь, из детства? Ну, во всяком случае, я точно у бабули перебирала такие открытки с поздравлениями с Новым годом. Их отправляли друг другу. У меня такая красивая девочка, пока ты вспоминаешь, была на коньках. Я каждый раз на нее смотрела, а она вот на одной ножке стояла, вот с такими открытками. Ну нет, нет, там были открытки, открыток было много, но новогодние вот отдельно так не... Не помнишь? Так, а еще же были такие вот... Медведь там играл на гитаре. Вот у нас такие вот тоже есть. Не просто так я о них вспомнила, это совершенно новый 21 век. И самое приятное, что Дивана Обломова узнаешь... Ну, давай по порядку, почему я о них заговорила? Ты когда все расскажешь, что в гостей-то? Раз уж ты так разогналась, то, пожалуйста. Ну, давайте гостей представим, потому что в студии у нас сегодня Анастасия Кувшинова, организатор фестиваля новогодних подарков и традиций «Гирлянда». И Дмитрий Русин, историк и экскурсовод. Доброе утро. Доброе утро. Екатерина, не унять, я понимаю, там эмоции, детство, откуда-то вдруг все вспомнилось, Новый год одно на другое наслоилось и понесло. И понесло. Вот эти открытки не просто так мы заговорили, естественно, на фестивале «Гирлянда» это можно будет увидеть, но давайте сначала с них. Ну, узнаваемый, узнаваемый рисунок, узнаваемый вот здесь здание вполне себе. Кто их создает? Почему их создает? И что это вообще за красота такая? Это наша ульяновская художница Юлия Узретова, это ее новый альбом, новогодний. И да, мы когда его тоже первый раз увидели, сказка, сказка, мы в сказке, потому что краеведческий музей, снеговик, диван обломово, снеговик. То есть мы отправляем, да, правильная традиция, мы отправляем все это родственникам, ну, те, кто любит это делать, понятное дело, что это индивидуально. Но вот я любитель, поэтому когда я это увидела и знаю, что я отправлю открытку, и не просто будет с Новым годом обезличенная, а наша, ульяновская, это чудо чудесное, то есть это только восторг вызывает все ее работы. Мы счастливы, и мы счастливы, что будем вот эти работы презентовать у нас на фестивале. То есть впервые они выйдут в свет как раз у нас, и гости смогут посмотреть, насладиться, какие-то наборы даже приобрести. Ну, самое главное, мы все это увидим, и слава богу. Да, и забегу вперед, это можно будет отправить сразу же на фестивале, потому что у нас будет пункт Почты России. То есть все сразу будет. Все сразу будет. Но гирлянда начинает работать завтра. Что будет еще? Что это вообще за... Это же добрая традиция уже для Ульяновска стала, этот фестиваль. Уже, да, можно сказать, второй год. Фестиваль подарков и традиций, соответственно, там будут и подарки, и традиции. Если мы будем говорить о подарках, то это ручная работа, все, что делают наши ульяновские мастера, мастерицы, но и не только ульяновские приезжие у нас тоже будут, то есть разных регионов, Казань, Чебоксары, Москва. Все, что можно подарить на Новый год, на любой вкус, кому что, кому мед, кому, например, украшения. В общем-то, все это можно будет посмотреть, увидеть. Это что касаемо подарков. А традиции, традиции, это наши елочные украшения, наши, как правильно это называется, подставные фигуры под елки. Это песни и пляски и разные другие обряды, все, что касается, как мы говорим, всех времен и народов. То есть то, что происходило здесь у нас, на Симбирской земле, начиная от дохристианской эпохи и заканчивая советским временем, вот все традиции мы по чуть-чуть затронем, расскажем о них, поучаствуем обязательно все вместе. То есть это не просто мы где-то со сцены, а здесь в зале, внутри, причем с привлечением тех, кто находится. Но это какие-то интерактивы, да? Что это вот предполагается, что это будет? Это, ну да, вы правильно назвали слово, это интерактив. То есть, ну, артист выступает не просто через барьер сцены, а он в зале, и он приглашает, то есть, например, даже обучение танцам 19 века, пожалуйста, обучение русским народным танцам. Те, которые танцевались на балах, соответственно, к Новому году имеют отношение. Либо, если мы не попадали на бал, мы же разные могли быть, наши предки у себя в деревне, как отмечалось Рождество, как оно проходило, вот это все будет. И что еще будет? Дмитрий здесь не случайно. Да, Дмитрий. Дмитрий здесь не случайно. Мы все помним, что в следующем году Ульяновску юбилейная дата. Конечно, мы не могли пройти мимо. И как совместить юбилей Ульяновска и Новый год? Вот я задам такой вопрос. Есть ли у вас мысли? Ну, как там. Украсить город, первое, не знаю. Испечь какого-нибудь вкусного колобка. Ну, это уж так. Вот, что первое приходит на ум к празднику. Мы двигались примерно в вашем направлении, и поэтому мы сделали огромный пряничный кремль. Причем мы не просто его делали, а мы обратились к изысканиям историков, к архивам, спрашивали советы умных людей. И в итоге получился большой пряничный кремль, который можно будет увидеть. Ну, степень его достоверности, я думаю, Дмитрий расскажет. Да, сразу хочется отточнить вот этот момент. Это больше кулинарное произведение искусства или все-таки архитектурная точность? Дело в том, что город наш начинался непосредственно с постройки этого Кремля, и Кремль, можно сказать, такое центрообразующее явление было в появлении нашего города. И, к сожалению, его сейчас не существует. Он прекратил свое существование еще во второй половине 18 века. Но хотелось бы его увидеть визуально, построить, восстановить. Его сейчас возможности такой нету в той форме, в которой он был. Но вот в пряничной форме, в миниатюрной форме удалось организаторам создать. И я думаю, это будет интересно зрителям, тем более, что мы еще и записали аудиогид. То есть можно будет познакомиться с этим Кремлем пряничным в историческом аспекте непосредственно на фестивале. Но он так вот похож или приблизительно? Да. Ну, что там такого особенного в нем? Ну, все, что мы имеем из документов, которые до нас дошли, то мы там и отразили. Гравюра самая первая, если мне память не изменяет, поправьте меня, по-моему, 50 лет спустя строительство. Это первое изображение города. Смотрели на нее, вдохновляли, сделали. Смотрели русское зодчество того же периода в других местах, потому что, ну, что-то, скорее всего, могло быть заимствовано. Потому что на гравюре не все здания отображены. То есть там вид с Волги, на утесе. Вот. Ну, то есть вот такой вот Кремль. Мы даже пытались разукрасить его. Да, если говорить из отчества, то, наверное, повторить вот эти вот... Да, в росписи пряничные это все можно сделать. А размер? Метр на метр. О, какой мощный пряник получается. Но это не пряник, это же даже фигура. То есть это город. Он не плоский. Ну, нет, я понял. Просто, может быть, раз уж это у нас фестиваль подарков и традиций, может быть, это будет превратиться в такую традицию, вот этот Кремль выпекать? Вы знаете, он... Или это очень сложно? Кто работал? Да, с Кула. По порядку, пожалуй, если можно. Что касаемо традиций. Мастерицы сейчас загорелись. Может быть, да, может быть, продолжится это в традиции. Есть некоторые мысли. Возможно, мы сделаем вот эту пряничную тему ежегодной. И просится это прям. А кто это делал? Я вам скажу, это коллектив достаточно большой. То есть, понятное дело, это историки, которые нас направляли. Это я, которая делала чертежи этого дела. Девушки, кто пекли, это Люба Шубина, Наталья Боярова, Вера Яшина, Наталья Ислинько. На сборке Анна Азикова, Александра Желтышева. То есть коллектив, как вы видите, в одиночку такое не осилить. Это большой коллектив. Мы всех обязательно поименно можно будет представить, познакомиться на самом фестивале. И да, я расскажу, еще раз повторю, что там будет аудиогид. То есть можно будет послушать какую-то сжатую версию, а можно достаточно подробно пройтись, какие-то элементы узнать о них подробнее. А чтобы прям совсем-совсем погрузиться, мы нашли рассказы, написанные в начале 20 века, в 1915 году. Как он называется, при царе Тишайшем, в Симбирске при царе Тишайшем. И там описывается Рождество 1665 года. То есть если мы хотим погрузиться полностью, то есть можно включить этот аудиогид, смотреть, слушать. Ну, стопроцентное погружение у вас точно будет. Как будто вы внутри, вы услышите там и скрип снега, и лай собак. Это уже получается какой-то театр у микрофона практически, а не аудиогид. Погружение, да. И это все, между прочим, фестиваль гирлянда. То есть все вместе. Дмитрий, ну вот вам кажется, это ведь такое для тех, кто придет с семьями, ну, понятно, мамы или не обязательно мамы, кто-то побежит за подарками, это приятно. Но здесь можно приятно и с полезным. Такое погружение, пусть и популяристическое немножечко, но в историю оно ведь есть. Да, конечно, конечно. Конечно, это знакомство. Ну, в первую очередь, знакомство детей с историей нашего города, с Кремлем, с чего все начиналось. Ну и дальше вот какие-то исторические моменты, которые можно в аудиогиде услышать. Ну, а те же танцы. Танцы, естественно, естественно. Вот эти традиции, танцы, танцы и народные, танцы и, так сказать, дворянские, которые были тоже, это все включено. И это, я думаю, будет, ну, прекрасным дополнением к этому фестивалю. Те, кто захочет с ними познакомиться. Такая серьезная, интересная составляющая. Не просто так у нас игрушки. Нет, я понимаю, что у нас Новый год, конечно. Но они тоже имеют место быть. Они ведь тоже... Это как примеры, да. Какая-то часть Деда Мороза 80-х годов. То есть у нас будет коллекция Дедов Морозов. Обширная достаточно можно будет. Столько, сколько позволяет место. Вот столько мы и представим. Будут мастер-классы по восстановлению Деда Мороза. Вот это страшненькое существо здесь не просто так стоит. Это как раз будет наш экспонат, на котором мы будем показывать, как все это восстанавливается. То есть его, как нам объяснили... То есть это тоже 80-е годы. Пенопласт. Мыши ели, люди кусали, фломастером тыкали. Ручки втыкались. Все, что угодно с ним было. Прям печально. Да. И третья фигура – это современная работа, тоже в старой технике. То есть можно будет увидеть... Как же это? Да. То есть либо вы приобретаете новое, либо вы садитесь с мастером, делаете новое, либо вы приходите на мастер-класс по реставрации. Подобных фигур, либо стеклянных, елочных. Реставрация и восстановление, я, пожалуй, правильно выражусь. Потому что это разные вещи, на самом деле. Либо вы смотрите музейную, как мы говорим, часть, да? То есть это коллекция Деда Мороза, коллекция елочных игрушек. Ну, вообще... Ну, вообще, возможность действительно классное сделать своими руками или отреставрировать. Потому что я совершенно недавно столкнулась с тем, что пришла в магазин в поисках Деда Мороза, а там одни Деда Мороза в штанах. И я понимаю, что это совершенно не наш Деда Мороза, наш должен быть в шубе, а там очки и везде штаны. Я немножко сбегу вперед и скажу, что у нас будет Деда Мороза... Я просто уже видела, что у мастеров у нас зовут Деда Мороза не просто в шубах, там еще будет, например, русский Дед Мороз. Пожалуйста, вам татарский Дед Мороз. Да. То есть, пожалуйста, из Казани как раз привезет мастеринца татарского Деда Мороза. Один день работаем. Со скольки? До скольки работает? Три дня мы работаем. Три дня? В пятницу, в год и в воскресенье с 11 часов до вечера, до 20. А пряник в конце можно будет съесть? Ну вот как бы... У нас его заберут в музей на какое-то время. Потом, может быть, и можно. Там столько консервантов, что... Не пропадет. Мы его потом с вами, да, обязательно найдем ему применение. Консервантов естественных, да? То есть не те, которые мы кладем, а мед, специи. А, то есть он вполне себе по рецепту совершенно правильному, не для красного словца, не для того, чтобы посмотреть. Ой, ну это еще интереснее. Главное, чтобы никто из тех... Он огорожен, я надеюсь. Никто не облезал. Потому что, ну я представляю, дети увидели, он же, скорее всего, еще ароматы от него невероятные, да? Угу. Здорово. Спасибо вам большое за это чудесное утро. Ну что, ждем завтрашнего дня, ждем, что заработает гирлянда. И все скорее туда корректируем планы, находим время, заряжаемся новогодним настроением. Телезрителям напомню, что этим утром у нас в гостях были Анастасия Кувшинова, организатор фестиваля новогодних подарков и традиций гирлянда, и Дмитрий Русин, историк-экскурсовер. Ну а мы двигаемся дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!